Чтобы закончить переделку магазина под амбулаторию, нужно еще 12 миллионов. Деньги даст Минздрав и Республика. В прошлом году на строительство было выделено всего 2 миллиона рублей. И на эти деньги рабочие смогли сделать крышу, перегородки и окна. Они пока лежат на складе. Теперь переделка пойдет полным ходом, уверен главврач Райковской больницы. Раз обещают вышестоящие начальство, столько же народу, видите, приехало. И они пообещали деньги, значит, пообещали, значит, буду стройку, значит, только просто сроки пока не указали и все. Пообещали, что амбулатория будет готова в 2013-м чиновники от здравоохранения. Виктор Зимин уточнил не позднее сентября. Кстати, глава Хакасии посоветовал не экономить на ремонте. Какой способ? Надо смотреть. Лучше заложить еще там, не знаю, сколько это будет стоить. Может, на облеток, надо утеплять. Да, с утеплением, вентилируемый фонсат какой-нибудь сделать. Делать. Это вот, поверьте, это будет... Иначе проиграете потом на отоплении и на комфорте. Сразу лучше, пока не просто. Дело сдвинулось с мертвой точки лишь после сюжета в программе Нотабена. Напомню, райковский стационар закрылся из-за аварийности здания. Трещины в стенах и дырки в полу. Сейчас койки для больных стоят в амбулатории. Кстати, она размещается практически на птичьих правах в нескольких комнатах детсада. И жители медперсонал стеной стояли за сельскую больницу и даже начали собирать подписи в ее защиту. Но, похоже, после приезда сегодняшних гостей это уже не потребуется. Работники говорят, помимо нового здания амбулатории, неплохо было бы обзавестись еще и теплым гаражом. С ним можно было бы не греть единственную в райково-санитарную машину зимой по ночам, но и экономить немалую сумму денег, которая бы уходила на бензин. Представители Минздрава пообещали подумать над этой просьбой, однако сейчас все силы будут брошены именно на амбулаторию. Тем более, что в этом же здании разместится и стационар, и, возможно, травмпункт, куда будут привозить пострадавших в авариях на Аскизском тракте. Он находится в паре километров от села. Мария Дудник, Владимир Байкалов, Новости, 7-й телеканал. Редактор субтитров А.Семкин